Члены общественного совета открытого творчества проекция Красный ТВ, Владимир Владимирович Провнев. Я думаю, что он человек известный, он и ректор Красного университета, и артист, и автор выдающихся статей в сборниках, которые вот там вот лежат на полке. Вот так что, прошу любить и жаловать, прошу. Уважаемые товарищи, сегодняшнее занятие наше является условно продолжением той лекции, которую я читал в марте. Она называлась «Мифы, стереотипы буржуазной пропаганды». Мы тогда немного поговорили о том, как формировались современные методы манипуляции сознанием при помощи средств массовой информации, и какие основные приемы они использовали. Ну то есть, если мы хотим эффективно противостоять буржуазной пропаганде, мы должны понимать, какие средства, какой инструментарий, какое оружие она использует. Поскольку, если мы не будем иметь такого представления, мы можем пойти в атаку, условно говоря, с пирочным ножом против вооруженных до зубов монстров. И понятно, что успеха в такой борьбе у нас не будет. Вот как раз приглядывание за этим инструментарием, за тем, что происходит, какие способы используются сегодня, посвящен мой видеоцикл, который называется «Не забудьте выключить телевизор» на YouTube-канале Ленру Красное ТВ. А сегодня мы рассмотрим доступные на сегодняшний день нам средства массовой информации и тот инструмент, которым мы, собственно, можем проводить свою работу по распространению коммунистических идей. С одной стороны, многие сегодня отмечают, наверное, справедливо в том, что современная коммунистическая пропаганда у нас в стране сильно проигрывает по эффективности буржуазной пропаганде. И дело здесь не только в том, что основные средства массовой информации находятся в руках буржуазного класса, но и в том, что само качество коммунистической пропаганды сегодня, к сожалению, оставляет желать лучшего. Хотя, конечно, справедливости ради надо сказать, что есть отдельные примеры успешных проектов, которые имеют выход даже на некоторые федеральные каналы. В основном это касается, правда, радио, нежели телевидение. Но это такие единичные примеры, и, как правило, они не представляют какие-то коммунистические партии, организации и так далее. Это частные люди. Какие, значит, основные средства массовой информации сегодня мы имеем? Ну, это прежде всего, конечно, телевидение, радио, газеты и интернет. Интернет как инструмент, конечно, при помощи которого можно создавать СМИ. Чем характеризуется на данный момент каждый из этих средств массовой информации? Ну, телевидение, прежде всего, конечно, это основной инструмент, и его преимущество в том, что он совмещает в себе аудио и видеоконтент, что позволяет этому средству массовой информации использовать все преимущества кино для воздействия на зрителя, на его эмоции, вызывать у него необходимые эмоции. Кроме того, до сих пор телевидение вызывает у широкой аудитории наибольшее доверие. Это показывают все последние опросы, которые проводились. Телевидение легитимизирует, в принципе, любую информацию, которая может проскакивать в каких-то других СМИ и, прежде всего, в интернете. Несмотря на развитие этого самого интернета, телевидение по-прежнему является наиболее таким эффективным средством манипуляции сознания. И хотя аудитория телевидения в массе своей, конечно, по возрасту старше, чем аудитория интернета, все-таки молодежь тоже смотрит телевидение, и об этом свидетельствует наличие ни одного молодежного канала, который ориентируется именно на подростков и молодых людей. Конечно, это в основном развлекаловка, но надо сказать, что и большинство передач на федеральных каналах сегодня имеют форму шоу. Как бы они ни назывались, Comedy Club, Вечер с Владимиром Соловьевым, Криминальная хроника, обратите внимание, что все они сделаны по типу шоу, то есть они, в общем, призваны развлекать. А различные их типы для того созданы, чтобы охватить как можно более широкий спектр аудитории. И если зритель, например, смотрит Comedy Club или КВН, полагает, что он наблюдает немористическую передачу, то если по-серьезному посмотреть и обратить внимание, то там тоже достаточно много политики. И даже то, что большая часть юмора ниже пояса, это тоже вполне себе технология. Ну а человек, который смотрит политическое шоу и считает, что он узнает что-то новое об общественной политической жизни в стране, тоже, в общем-то, будет разочарован, поскольку качество подачи вот этого заявленного материала политического не очень отличается от того же самого юмора ниже пояса в Comedy Club. То есть результат примерно один и тот же. Человек вместо какого-то занятия полезного, который мог бы поднять его как личность, развивать его как личность, он просиживает и телевизор, и, в общем-то, забивает свою голову мусором, получая ложную картину действительности. Но это что касается телевидения. Другой привычный, традиционный уже для нас средство массовой информации – это радио. У него есть одно хорошее преимущество. Когда мы слушаем радио, мы более глубоко вникаем в информацию, поскольку нас не отвлекает видеоряд, не отвлекает картинка. Я, по-моему, в прошлой лекции приводил пример выборов США, когда кандидатами были Кеннеди и Никсон. Это были первые в мире теледебаты между двумя кандидатами в прямом эфире. И вот тогда у радио и телеаудитории сложилось диаметрально противоположное впечатление о кандидатах. Вот настолько сильно картинка телевизионная переворачивала все с ног на голову и меняла суть происходящего. Конечно, с точки зрения манипулятора, радио сильно проигрывает телевидению из-за того, что нет видеокартинки и невозможно усиливать воздействие на зрителя или, наоборот, отвлекать его от главной мысли. Ну а с точки зрения воздействия на аудиторию, конечно, у телевидения действительно есть безусловные преимущества. Их даже можно проиллюстрировать всем нам хорошо понятным и близким современным примером. Скажем, журналист левых взглядов Константин Семин, благодаря тому, что у него есть возможность выступать на федеральном канале, сформировалась у него, вокруг него такая довольно мощная группа поддержки, которая на разных форумах и в комментариях на Ютубе довольно агрессивно ведет себя по отношению к тем, кто решит усомниться в искренности их гуру. В то время как на радио многие годы существуют передачи вполне себе антибуржуазного характера. Но прежде всего надо назвать передачу, которая называется «Программа Леонида Володарского». Она выходила несколько лет на русской службе новостей. После закрытия перешла на радио «Говорить Москва». И сегодня каждое воскресенье, если не ошибаюсь, по два часа отдается эфир, куда Леонид приглашает действительно серьезных историков, настоящих ученых. Там Алексея Исаева, Александра Калпакиди, Юрия Жукова, Юрия Гемельянова, Александра Дугина, специалистов в других областях, Елена Сьянова, Домрина и так далее, Евгения Анташкевича. И здесь, надо сказать, что вокруг этого как-то не образовывается никакой такой группы поддержки, и споров как-то особых нет, потому что, в принципе, аудитория немножко другая, более глубокая, более серьезная, которая не ведется на красивую обертку телевизионную. И в этом, собственно говоря, еще одна характеристика того, насколько телевидение имеет более сильное воздействие на широкие массы, нежели то же самое радио. Что касается... Ну да, собственно, радио сегодня вытеснено, в общем-то, в аудиторию автомобилистов, поскольку как раз это очень удобно, когда ты едешь за рулем, тебе сложно смотреть, а слушать самое то. Да и, собственно, разговорных радиостанций осталось не так много, по крайней мере, в Питере, можно перечитать по пальцам, там, Вести ФМ, Эхо Москвы. Наверное, наверное, все, да? Потому что «Аэроссен» нету. Слово. А? Слово. Ну, оно в эфире вещает? Да. Ну, если там «Моск» или, а там еще какая-то... Я не ловил. Я пойму. Какое? Еще какая-то радиостанция, честно говоря. Но это на бывшей частоте «Аэроссен», сейчас идет какой-то телевизионный канал. Но это не разговорная радиостанция, это, я думаю, временно. Ну и следующий вид СМИ – это печатная продукция. Сюда относятся газеты, журналы, справочники, листовки и тому подобное. Преимущество этого СМИ – высокий уровень доверия аудитории и удобство, собственно говоря. Забираете? А к минусам относится прежде всего низкая оперативность. Даже если газета ежедневная, то новости в ней все равно вы будете получать позже, чем в любом другом средстве массовой информации. Ну и, конечно, еще серьезный минус в том, что печатные средства массовой информации сегодня практически не востребованы поколениям, которое выросло уже на интернете. Ну и, собственно, количество потребителей печатных СМИ с каждым годом падает по статистике. Четвертый вид – это интернет. Ну, поскольку это такая всемирная паутина с богатым инструментарием, она может, в общем-то, имитировать все вышеперечисленные СМИ. То есть, в случае телевидения – это интернет-телевидение, в случае радио – это интернет-радио, в случае печатной продукции – это большие порталы, где можно читать библиотеки различные в интернете. Ну и плюс возможность создания смешанного СМИ, больших порталов, в котором есть как печатная информация, короткие новости, большие аналитические материалы. Так это могут быть и аудиоролики, какие-то записанные, может быть, интервью по телефону через диктофон. Это могут быть видеоролики, снятые как в студии, так и оперативная съемка, допустим, вплоть до съемок с мобильного телефона. Если это какая-то новость о каком-то происшествии, то здесь, в общем, на качество можно пренебречь в пользу оперативности. Люди присылают записи с мобильных телефонов, и это тоже все публикуется на таких порталах. Ну и, конечно, инфографика, то есть возможность анализировать какие-то процессы при помощи графиков, диаграмм и так далее. Кроме того, интернет позволяет легко создать интерактив. То есть вам не нужно привязываться к программе передач, к сетке вещания, к времени суток. Вы можете сами формировать удобное время для просмотра тех или иных передач. И обратная связь. Тоже здесь гораздо легче, чем добиться, допустим, обратной связи от какой-то телевизионной передачи. Здесь вы просто можете написать авторам, и зачастую есть отклик. Правда, здесь еще есть в качестве обратной связи сегодня неплохо работает и радио. Сегодня практически на всех радиостанциях. Во-первых, они работают, многие из них работают в прямом эфире. Это и говорит Москва, и Вести-ФМ, и Эхо Москвы в большинстве своем. То есть можно позвонить в прямой эфир, можно при помощи интернет-средств написать в прямой эфир. И ваше сообщение в большой доле вероятности будет зачитано. Скажем, говорит Москва, это вообще фактически такой круглосуточный форум общения с слушателем. Вот, то есть здесь интересно это. Что касается минусов интернета. Ну, во-первых, это неполное покрытие. Пока еще не во всех регионах России интернет вообще есть. Во-вторых, это сложность использования по сравнению с тем же телевизором. Вы приходите домой, просто нажимаете кнопку «Включить телевизор», и уже что-то вам рассказывает, уже что-то идет, какая-то передача. Если она вам не нравится, вам достаточно нажать кнопку, вы переходите на второй канал, третий, четвертый и так далее. Для того, чтобы получить информацию в интернете, вам надо как минимум понимать, как включить компьютер, понимать, что такое браузер, как в этом браузере ввести нужный адрес или перейти по нужной закладке, как найти какой-то агрегатор новостей. Опять-таки его нужно найти, надо определиться, что вы будете смотреть. То есть здесь гораздо сложнее, особенно для людей, которые не очень дружат с интернетом. Ну и объективные сложности. В общем потоке, в огромном потоке информации в интернете трудно бывает найти вообще объективную информацию. Ведь буржуазные каналы, холдинги, вот эти большие информационные, которые ВГТРК, НТВ, Первый и так далее, они ведь все присутствуют и в интернете, и присутствуют там очень жирно, скажем так. То есть на любой поисковик, в который вы зайдете, Google, Mail или Яндекс, все эти агентства будут перед вами. То есть та же самая информация, которая по телевизору, в первую очередь будет появляться перед вашими глазами и в интернете тоже. Поэтому для того, чтобы найти альтернативный источник информации, еще придется покопаться. Потому что красные ресурсы на этой главной странице, понятное дело, никогда не появятся. Кроме того, в интернете работают многочисленные прорежимные группы, которые делают вид, что они оппозиционные. Делается это довольно качественно зачастую, и поэтому неопытный пользователь вполне может попасть под их обаяние и какое-то время его будут водить за нос, создавать вид оппозиции. На самом деле потом окажется, что это вполне себе прокремлевское средство массовой информации. А слезть с этой иглы уже будет сложно, потому что там тоже свои звезды, свои товарищи, которые излагают очень грамотно и интересно. Еще один нюанс, который по собственному наблюдению могу сказать в интернете. В последнее время пользователи интернета, могу так сказать, гламолизируются, что ли, так скажем. То есть в интернете появилась масса каналов, ну не масса, но достаточно много каналов, таких крупных каналов, коммерческих, профессиональных, которые по качеству контента и качеству картинки вполне могут конкурировать с федеральными каналами. Это приучает широкого пользователя к тому, что картинка должна быть качественной, красивой, что все люди, которые туда приходят, тоже должны выглядеть соответственно, студия должна быть, звук, свет и так далее. И когда они встречают какое-то альтернативное средство массовой информации или какой-то канал, который сделан на коленке энтузиастами, то первое их ощущение, ну какого-то такого недоверия. А кто это такие? Что за мухрышки такие? Вот там вот солидно делают, а здесь нет. И соответственно доверие понижается. То есть требовательность к качеству контента растет. Казалось бы, ну по такой логике, да, казалось бы надо сказать, вот смотрите, в такое тяжелое время люди чего-то там, на своем энтузиазме, какие-то альтруисты, чего-то создают и делают, какие молодцы. Но вот в массе своей, к сожалению, это не так, получается иначе. Либо делаете профессиональную красивую картинку, либо я вас смотреть не буду. Такой вот сегодняшний зритель в интернете в своей массе. Причем это не обязательно какой-то богач, это может быть обычный белый воротничок или даже рабочий завод. Его просто так приучили за 30 лет. Развлекайся, бери от жизни все, не думай ни о чем. А уж что тебе потреблять, мы в рекламе тебе расскажем и на кредит тебя подсадим. Вот примерно такая картина. Давайте теперь посмотрим, какие из этих видов, которые я сейчас перечислил в средств массовой информации, собственно, нам доступны в период буржуазной реакции, то есть в то время, в которое нам сегодня довелось с вами жить. Ну, первое телевидение. Понятно, что это эфирное телевидение, это супердорогое удовольствие, которое коммунистам недоступно сегодня, у нас просто нет средств на него. Но даже если предположить такую волшебную ситуацию, что каким-то образом у нас эти средства появились, появилась аппаратура, появились профессионалы, которые знают, как управляться с этой техникой, как вести эфир, и все равно получить лицензию, я думаю, что будет невозможно. Для того, чтобы, по крайней мере, покрывать какую-то приличную область, значительную территорию. Ну, а на федеральные каналы людей левых взглядов, вы сами знаете, пускают не очень, довольно в микроскопических дозах. Ну, и то такие люди там чаще всего выполняют такую роль ностальгически-охранительскую, скорее. Их там используют чаще как щит против таких крайних либералов. Что касается радио, там, в принципе, ситуация похожая, это тоже очень дорогое удовольствие, и получить чистоту-то уже очень тяжело, не говоря уже обо всем остальном. Но единственное, в чем здесь плюс перед телевидением, что все-таки в радиоэфир некоторых радиостанций попасть проще, если вы послушаете там, то те же перечисленные мной выше радиостанции, можно там услышать вполне себе таких просоветских и левых ораторов, спикеров. Печатная продукция. Ну да, здесь, в общем, небольшие тиражи печатать можно. Собственно, мы это и делаем. Но учитывая низкий тираж и, как правило, низкую визуальную привлекательность такого материала, чаще всего это просто сплошной текст, тоже эффективность не очень высокая. И плюс все те минусы газеты, о которых я говорил выше, поэтому, в общем-то, назвать сегодня печатную продукцию тем видом СМИ, который серьезно помогает распространению коммунистической идеи, наверное, было бы неверно. Тут, может быть, нужен какой-то креатив, нужна какая-то придумка, как сделать так, как заставить людей читать, может быть, какие-то виды листовок. Не знаю. Что-то нужно думать. Это, в общем-то, наверное, молодежь должна здесь покреативить немножко. Ну и, собственно, остается интернет. Тут, конечно, открывается богатое поле для деятельности. Вот, казалось бы, вороча не хочу. Однако есть тут тоже, конечно, обратная сторона. Я уже говорил, это перенасыщенность информации, запруженность все теми же федеральными агентствами. И, в общем, раскрутить свою информацию не так просто. Тем не менее, интернет на сегодняшний день остается самым доступным техническим инструментом для агитации. Поэтому имеет смысл, наверное, сказать об этом пару слов. Ну, что в себя включает работа в интернете? Прежде всего, это, конечно, создание своего ресурса, своего сайта. Вот. И здесь, конечно, учитывая то, что современный интернет-пользователь очень ленив, надо постараться так, чтобы сайт был максимально быстро загружался, чтобы информацию на нем было как можно проще найти. Пользователь сегодня таков, что если он на видимой части монитора не находит за несколько секунд интересную или нужную ему информацию, он, как правило, уходит с сайта сразу. Поэтому процентов 78 с пользователей уходит сразу. Какая-то еще часть пользователей может поискать минутку, походить по сайту. Если не найдет нужной информации, тоже уходит. Поэтому надо делать сайт максимально простым, максимально понятным. И обязательно он должен иметь мобильную версию. Сегодня. Просто без этого эффективная работа невозможна. По статистике сервиса Live Internet, я буквально вчера смотрел ее, за ноябрь этого года, 47,8% пользователей, выходящих в интернет, выходят через систему Android. 16,9% через Windows 7, 16,7% практически столько же через iPhone, iOS, 7,7% Windows 10, 3,6% Windows 8, 3,4% Windows XP. То есть мы видим, что больше половины в целом занимают это мобильное устройство. Так что без этого никак сегодня. Приходится адаптировать. Ну и, конечно, социальные сети. Это, безусловно, фронт работы, он очень важный. Понятно, что сайт, конечно, любая уважающая себя организация должна иметь. Хотя бы как лицо, визитка. Но для того, чтобы раскрутить сайт, нужно время, нужно много сил. Потому что изначально это ноль посетителей. Их как-то еще надо затащить к вам на ваш новый ресурс. А соцсети – это такое место, где все уже там. Уже они там все есть. Поэтому создавать группы в популярных соцсетях можно даже до создания сайта. На сегодняшний день в России, если опять смотреть ноябрь, свежие данные, 43% приходится на соцсеть ВКонтакте пользователей, 26,3% – Facebook, 14% – YouTube, 13% – Одноклассники и 3,6% – Twitter. Это первая пятерка. В мировом масштабе там немножко иная картина. Последняя я не раз слышал. Twitter. Twitter, 3,6%. В мировом масштабе там картина немножко иная. Там на первое место практически делят между собой Facebook и YouTube. Второе место идет Google+, а затем Twitter и на пятом месте ВКонтакте. Если мы говорим о технической и организационной стороне работы в агитации, то, конечно, в идеале это должны быть созданы какие-то группы людей, которые будут заниматься тем или иным видом деятельности. Ну, скажем так, один человек или несколько отвечают за сайт. Еще несколько человек за генерацию и производство контента. Несколько человек за распространение этого контента по соцсетям. Несколько человек за налаживание контактов с какими-то ресурсами дружественными, быть может, близкими по духу и так далее. На практике эта работа оказывается на поверху достаточно рутинной, отнимающей приличное количество времени, перестающей через время быть интересной. И могу сказать по опыту, что энтузиасты, которые даже резко включаются в работу, через время остывают, охладевают к этой работе и, в общем-то, сводят ее на ноль. То есть, людей, которые советуют, как надо сделать и что надо сделать, их огромное количество, людей, которые сами готовы это делать, к сожалению, очень мало. Такова реальность, которую нужно просто учитывать сегодня при работе в информационном поле. Это то, что касается технической и такой организационной стороны. Теперь о содержательной части. Ну, здесь, конечно, у каждого своя тактика, свое видение у каждой организации, как подавать информацию, какую информацию подавать, на что сделать акценты. Но на некоторые моменты, я все-таки заострю ваше внимание, некоторые общие моменты. Мы уже с вами говорили о тех манипуляциях, к которым прибегают буржуазные СМИ. И надо понимать, что такое вообще манипуляция. То есть, это такое скрытое действие, которое совершается в целях склонения нас к тому или иному поведению. А почему оно скрытое, собственно говоря? Да потому что попытки повлиять на нас явно, как правило, вызывают у нас какую-то защитную реакцию, отторжение. И поэтому вот эти вот намерения свои приходится скрывать и каким-то образом изворачиваться. И вот возникает вопрос, как в условиях буржуазной реакции, когда большинство общества заражено вот этими буржуазными идеями, как вести коммунистам разъяснительную работу? Надо ли вообще коммунистам прибегать к манипуляциям? Как вы считаете? Ни в коем случае. Смотря в отношения к буржуазным. Никогда. Потому что мы долговременные, мы фундаменталисты. А ложь, она завтра выявится всегда. И будет урон больше. Вот я тоже считаю, что честному человеку, в общем-то, нечего скрывать. И потом действительно дороже это обойдется. Но надо все-таки учитывать несколько психологических моментов в работе с оппонентом. Или человеком неразборчивым, или идеологически колеблющимся. Дело в том, что человек способен менять свое мнение только в том случае, если расхождение между вашей точки зрения и его не очень велико. Чем больше вот это расхождение, чем оно сильнее увеличивается, тем труднее будет убедить оппонента. Вот, в частности, социологи проводили такие исследования и выяснили, что небольшое расхождение во взглядах повышало степень изменения мнения. Но по мере того, как несоответствие продолжало увеличиваться, изменение мнения уменьшалось. И, наконец, когда несоответствие стало большим, мнение почти совсем перестало меняться. То есть, а когда разногласия было очень велико, не наблюдалось почти никаких перемен во взглядах. В некоторых случаях этот процесс мог фактически угаснуть. То есть, если между вами и оппонентом вы придерживаетесь принципиально диаметральных взглядов, и вы пытаетесь убедить его во своих взглядах, ну, это очень такая грубая лобовая, лобовой способ, который, скорее всего, будет обречен на фиаско. Дело в том, что наши взгляды и те предрассудки, которые имеются у человека, какими бы странными и диковатыми, быть может, они нам не казались, они составляют суть нашей самости, нашей идентификации. И когда человек наезжает на вас в этом плане, то есть, это как бы наезд на вашу идентификацию, это угроза ей. И поэтому человек начинает закрываться, ставить естественный барьер, и пробить этот барьер будет очень сложно. То есть, вести вот таким образом работу – это большая ошибка. Яркий пример можно привести. Зачастую левые активисты – то, как они пытаются работать с верующими, например. Некоторые товарищи полагают, что если оскорбить верующего, оскорбить его или тех идолов, которым он поклоняется, то этот человек тут же перестанет верить, станет атеистом, вступит в компартию и так далее. Это, конечно, наивно, но чаще всего это просто вредительство, по большому счету. Ведь еще Ленин предупреждал. Я не люблю пересказывать цитаты классиков, поэтому я лучше зачитаю. В 1918 году на одном из выступлений Ленин говорил, предупреждал, что с религиозными предрассудками надо чрезвычайно осторожно бороться. Много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбления религиозного чувства. Нужно бороться путем пропаганды, путем просвещения. Внося остроту в борьбу, мы можем озлобить массу. Такая борьба укрепляет деление масс по принципу религии. Наша же сила в единении, самый глубокий источник религиозных предрассудков это нищета и темнота. С этим злом мы и должны бороться. Причем эту линию Владимир Ильич проводил довольно последовательно. Через год, в 1919 году, он пишет, «Паролетарская диктатура должна неуклонно осуществлять фактическое освобождение трудящихся масс от религиозных предрассудков, добиваясь этого посредством пропаганды и повышения сознания масс, вместе с тем заботливо избегая всякого оскорбления чувств верующей части населения и закрепления религиозного фанатизма». В 1921 году, в письме Молотову, Ленин пишет, «Если память мне не изменяет, в газетах напечатано письмо или циркуляр ЦК насчет 1 мая, и там сказано, разоблачать ложь религии или нечто подобное. Это нельзя. Это не тактично. Именно по случаю Пасхи надо рекомендовать иное, не разоблачать ложь, а избегать, безусловно, всякого оскорбления религии». Я хочу вам сказать, что это Ленин пишет в первые годы советской власти, когда, в общем, ненависть к церкви у трудящихся была достаточно велика. Достаточно вспомнить, как попов сажали на колы, разрушали церкви сами люди, обычные люди, рабочие, крестьяне. Сегодня же, в условиях, когда у нас произошел из вполне себе светского социалистического государства произошел откат в архаичную и мракобесную такую Россию, сейчас этот вопрос еще более остро стоит, и, соответственно, работать с этим контингентом людей надо очень аккуратно. Это касается не только религии, это касается любого вопроса, классового вопроса, межнационального, гендерного, какого угодно. То есть, надо постараться в споре с оппонентом или в дискуссии с оппонентом найти какие-то, может быть, не столь яркие различия и как-то постепенно к нему подходить, чтобы он сразу не закрылся от вас и, собственно, не повесил на вас ярлык чужой, и просто ваша работа на этом будет закончена. Да и, собственно говоря, культурный и интеллектуальный такой уровень человека, который оперирует штампами типа укроп, ватник, хохол, кацат, ну, это не уровень коммуниста. Поэтому следует запомнить несколько таких важных правил при работе, в частности, отключать телефоны во время лекции. Мы не имеем права грубо и агрессивно атаковать предрассудки человека, какими бы они нам странными или диковатыми, отсталыми не казались. То есть, надо постараться их грамотно использовать в своей работе. Второй пункт вытекает из первого. Если мы хотим заставить человека к нам прислушаться, мы должны вызвать к себе доверие и уважение. Чем вы более надежно выглядите, тем вы сможете повлиять, лучше повлиять на аудиторию или человека. Ну и важно учитывать, что любой посыл, который вы транслируете, не существует вне контекста. То есть, интерпретация очень важна. Мы знаем, что одни и те же события могут быть оценены совершенно по-разному. Даже один и тот же человек может принимать новость по-разному, в зависимости от своего психоэмоционального состояния в данный момент и каких-то внешних обстоятельств. Ну и в заключении заключительной части выступления я бы хотел сказать об одном, на мой взгляд, ключевом вопросе, который часто упускается из виду. Сегодня одними политическими лозунгами, к сожалению, мотивировать людей к действию невозможно. Ведь окружающие далеко, не все интересуются политикой, достучаться до них через политические лозунги бывает очень сложно, а то и невозможно вовсе. Кроме того, политическая деятельность как такова сегодня очень сильно в обществе дискредитирована. Посмотрите любое политическое шоу, как много персонажей вызывают вашу симпатию. Может быть, какие-то приглашенные актеры или режиссеры иногда могут сказать что-то, что вызовет вашу симпатию, но политические деятели, скорее всего, нет. Поэтому массы необходимо заражать, на мой взгляд, прежде всего, собственным примером. А для того, чтобы успешно вести такую коммунистическую идею в массу, надо сначала самим стать коммунистами во всем. В быту, в общении, в поступках, в образе жизни. Показывать положительный пример. А это никак ни ругань, ни мат, ни оскорбление, ни угроза. Это, прежде всего, коллективизм, взаимовыручка, уверенное такое спокойствие. Человек, который уверен в своей правоте, ему не надо нервничать, дергаться, суетиться. Кроме того, коммунист – это такой надежный, ответственный, вежливый, культурный, образованный человек. По крайней мере, стремящийся ко всем этим качествам. И как вы будете строить коммунизм, если вы банально не можете прийти вовремя на встречу с человеком, с которым вы договорились? Кто вас будет уважать, если вы ругаетесь и хамите сами и не уважаете своего собеседника? То есть, тут это очень важный аспект, на мой взгляд. Сегодня про коммунистов ходит масса баек всяких, которые, конечно, надо разоблачать. Но разоблачать своим примером, показывать, что нет, это не черт с врагами, это вполне нормальный человек. И поэтому мы сами сначала должны научиться жить в соответствии с коммунистическими принципами. Если коммунизм живет внутри человека, он автоматически и при общении несет его вовне. Не лозунгами, а именно поступками и манерой общения. Я думаю, что при любой загруженности можно найти время для того, чтобы подтянуть теорию и позаниматься тем же ленинизмом, скажем. Ну и, конечно, в первую очередь делать то, что у нас лучше всего получается. То есть, не только через политику, а через любую деятельность, через творчество. Если вы пишите стихи, пишите. Если вы играете музыку, играете. Если мой программист, создайте такую программу и распространяйте свободно ее результаты своего творчества без всяких копирайтов. Когда-нибудь ваши поклонники с удивлением обнаружатся, что вы коммунист и изменят, может быть, свое отношение к коммунистической идеологии вообще. Есть такие люди, например, которые обладают потрясающим даром коммуникации. Вот я всегда этому восхищаюсь, поскольку сам лишен этого. Я знаю людей, которые могут встретить человека на улице и буквально за несколько минут разговора обратить его в свою веру, расположить его к себе. Это просто фантастика. Если бы таких людей поставить на службу коммунистическим идеалом, было бы вообще очень здорово. Собственно говоря, такие люди востребованы везде, в том числе и в буржуазном секторе. Откройте любые вакансии, вы везде видите, что требуются менеджеры, только они используются по-другому. Они используются для того, чтобы втюхивать людям товары и услуги. Это очень, конечно, люди востребованные везде. Ну и крайне важно, конечно, воспитывать себе коллективизм. Даже если вы интроверт, это не важно. Никто не собирается покушаться на ваше личное жизненное пространство 24 часа в сутки, но для коллективной самоорганизации всегда можно найти время. Мы зачастую с вами тратим очень много времени впустую. Тот же интернет с социальными сетями у нас отжирает просто невероятное количество жизней. Я знаю людей, которые уже понимают то, что они попали в зависимость в социальных сетях и человек просто не может надолго оторваться от того же ВКонтакта и не может заставить себя не заходить туда. Тогда люди берут просто удаляют на время аккаунт, чтобы лишить себя соблазна туда зайти. А там это делается очень легко. Еще полгода вы можете восстановить свой аккаунт без какой-либо потери данных. Поэтому люди намеренно себя лишают возможности заходить в соцсеть, чтобы позаниматься какой-то другой работой, каким-то делом полезной. Конечно, коллективные действия правосоюзов тут само собой. Это одна из форм очень важная, но тут об этом есть люди, которые расскажут гораздо лучше меня, поэтому я сегодня буду говорить именно о нашем быте и повседневности, то, что происходит вне рабочего места. Самая лучшая форма коллективизма в таком случае это, конечно, какие-то реальные коллективные дела. Вот могу привести примеры коллектива «Красное ТВ». У нас люди из разных уголков страны, вплоть до Новосибирска, есть люди даже из других стран. Когда была такая возможность, каждое лето мы съезжались на Куликово поле в рамках археологической экспедиции. И поле, палатки, утром подъем, зарядка, завтрак, до обеда работа, примерно 4 часа, потом обед, после обеда занятия творчеством, кто что может, спорт, игры, вечером ужин, посиделки у костра, разговоры о самом насущном, самом сокровенном. Собственно говоря, вот этот такой коммунизм в миниатюре, пусть в маленькой группе, но зато вот этот месяц он давал заряд на долгое время. Потом уже, когда на места люди разъезжались, вот этот заряд, он долго оставался для работы на местах. Это сплачивает очень сильно людей. Что, собственно говоря, сегодня мешает нам поставить задачу, какую-то задачу и коллективно ее выполнить. Пусть программисты создадут сайт, допустим, или напишут какую-то программу, которая поможет обойтись без дорогостоящих продуктов и пусть назовут ее коммунистической. Вот вам будет и самовоспитание, и пропаганда. Потому что в комментариях сегодня я на сайте читаю очень много мнений программистов, такое ощущение, что у нас половина публики это программисты, и вот они считают себя самым передовым революционным классом. Но пока на практике я этого не вижу, к сожалению. Можно создать сайт для, скажем, для свободного творчества, не для политических лозунгов, а именно для какого-то творчества. Поставить ориентирами лучшие примеры мировых произведений. Пусть люди свободно творят и распространяют свое творчество без всяких копирайтов. Или создать сайт, скажем, научных достижений, распредложений, изобретений. У нас ведь земля богата талантами. Надо их только разбудить немножко и подтолкнуть к действию. Назовите этот сайт коммунистическим, вот вам и будет пропаганда. Даже люди, которые, может быть, не очень хорошо к этому относятся, но они пойдут туда, невзирая на бренд, потому что скажут потом, вот мы изобрели, а это никому не нужно было. И вот эти люди нас заметили, и мы попали в компанию прекрасных, умных, честных, порядочных людей, коммунистов. Есть пример у меня, когда на мои концерты приходили люди, которые не очень так с настороженностью ко мне относились из-за моих взглядов. Но после концерта они подходили, фотографировались и брали автограф. Вот. То есть со мной. Да, я понял. Сейчас заканчиваю. Вот. Собственно говоря, а кто я? Ну, никто. Ни рожи, ни кожи, ни голоса. А если бы это был какой-нибудь талантливый и красивый человек, а если бы их было 5, а если бы их было 10, а если бы их было 100, сами можете оценить, какой был бы эффект. Надо только взяться. Есть такая поговорка «Глаза боятся, а руки делают». Вот. Ну, а лозунки, они сейчас че будут. Если кто-то считает, что трудно сегодня быть в буржуазной среде коммунистом, кто-то даже боится, может быть, об этом говорить. Ну, да, есть, наверное, такие среды, которые негативно к этому относятся. Но я думаю, что опять-таки надо своим примером показывать, что коммунист это не какой-то черт с рогами, а вполне себе отличный парень или девушка, отличный человек. И бояться этого не надо, потому что объективно у нас, в принципе, есть все шансы добиться успеха. Давайте посмотрим на современный портрет такой политических течений у нас в стране. Вот если не коммунист, то кто? Ну, давайте будем говорить не коммунист, а так более широко возьмем. Красный, левый, советский. Есть демократы. Слово «демократ» уже стало почти ругательственным. Сразу ассоциации с какими-то 90-ми, приватизациями и так далее. Да и бывшие демократы сегодня все больше говорят о том, что демократию надо ограничивать. Либералы, да? Тут уж совсем смешно. Это какая-то маргинальная тусовка, которая собралась вокруг эхо Москвы или дождя, а федеральные каналы в общем их используют как фриков для того, чтобы пугать людей. Поэтому, в общем, кто их серьезно воспринимает? Да никто, по большому счету. Монархисты, ну тут тоже смешно, да? В 21 веке говорить о монархии, причем маргинализировать это направление помогли разного рода казачки ряженые и няш-няш. Вспомним. Госпожу Поклонскую, которая была всенародной любимицей, но стоило ей только заняться пиаром царя Николая II, как сегодня ее никто не понимает серьезно. Дни просто смеются и все. Что ты, о чем тут говоришь? Она превратилась в Африка. Ну, националисты, они в загоне, в общем-то, и были всегда. Я думаю, что националистическая идея в России не пройдет еще очень долго. И, соответственно, методом исключения, а что? Остается только левая идея, по большому счету. Поэтому, ну, к сожалению, сегодня, особенно в регионах, коммунист, слово коммунизм у многих ассоциируется с КПРФ, это парламентская партия, конечно, сильно сдерживает положительные потенции обывателя коммунистического движения в целом. Но мы должны объяснять и это. Если кто-то дискредитирует идею, это не значит, что она плоха сама по себе. Вот. Вам, конечно, могут устроить исторический экспорт в ГУЛАГ, в Голодомор и так далее, ну, надо спокойно вооружаться аргументами и не впадать не в панику, а спокойно разъяснять и уверенно все эти мифы разбивать. Вот. Я думаю, что это не такой сложный путь, как может показаться, потому что ну, с одной стороны, кто сказал, что классовая борьба это легкая прогулка? Нет, это не легкая прогулка. Если мы вспомним, с каким трудом наши предки в 20-30-х годах строили социализм, каким трудом нашим предкам далась победа в 45-м, когда объединенная Европа пошла на коммунизм, то сравнивать сегодняшние наши трудности с теми трудностями ну, просто некорректно и смешно. Вот. Поэтому я желаю всем нам плодотворной учебы в делу коммунизма и успехов на ниве распространения коммунистических идей. Спасибо. Спасибо. Переходим к следующему пункту наших занятий. Вопросы. И вот выступил первый вопрос. В.А. Тюлькин. Раскройте, пожалуйста, возможности использования механизма буржуазных выборов для пропаганды коммунистической идеи. Механизм буржуазных выборов. Вряд ли я могу быть более компетентным в плане механизма буржуазных выборов по сравнению с тем же самым Виктором Аркадьевичем или другими лидерами партии, которые уже не первый раз участвуют непосредственно в этих выборах. Но насколько я понимаю, в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, возможно использовать любые средства, которые предоставляются. Другое дело, что многие люди воспринимают в штыки, когда коммунистической организации заявляют о том, что они будут участвовать в этом буржуазном цирке. Поэтому надо разъяснять, что мы, наверное, посылаем туда людей не для того, чтобы они стали президентом буржуазной России, а для того, чтобы массы узнали о том, что вообще существует такая партия. С другой стороны, почему приходится пользоваться этим инструментом? Ну, потому что другие инструменты пока мы задействовали не очень хорошо. Вот то, о чем я рассказывал выше, сайты у нас не очень, и работа в интернете у нас ведется не очень, и, может быть, роликов, видео у нас не очень качественно, не очень хорошее. если бы все это работало более качественно, может быть, и не пришлось бы пользоваться вот этим грязным буржуазным инструментом. у нас, как коммунистов, все-таки основная социальная группа, на которой мы работаем, это рабочий класс, причем рабочий класс на заводах, на крупных заводах. Как мы поняли, телевидение, радио, ну, действительно, оно для нас это невозможно практически, да, воздействовать на эту социальную группу. Интернет, как я знаю, что, ну, рабочие старше 50 лет, а может, даже 45, а может, даже 40, они в интернет особо и не надо. Значит, остается только газета. Ну, опять-таки, наверное, в курсе, что трудовая Россия распространяется в Ленинграде, и в Петербурге во многих других городах на проходных, вот конкретно, ну, я знаю, что с утра подходят люди, и в основном с утра мы стараемся, чтобы это уходило все на завод. Вот, по вашему мнению, эффективность этого, ну, я вижу, конечно, что низкая эффективность по отдаче, так сказать, но все-таки, как можно повысить эффективность вот этого метода? Потому что другого пока что сейчас, но по воздействию на крупных рабочих коллективах, ну, не привидится у нас, не представляется возможно. У вас есть статистика по возрастному составу рабочих? По возрастному составу статистики официальной нет, на проходной я вижу, кто будет. в общем-то, очень мало, процентов, наверное, так, на скидку, могу сказать, 15, наверное, 10-15 процентов это молодежь лет 25, которые газеты, в принципе, не берут, да, и где-то остальное, так, это процентов 60, наверное, это вот что-то старше 50. Хорошо, тогда кто идет в бой на баррикады и осуществляет революционный переворот? Сейчас это не нет. Нет, какие люди, какого возраста, как правило? Ну, как правило, по моим представлениям, это где-то вот от 30-35 лет и до 50, наверное. Нет, к сожалению, это молодежь. Это молодежь, да, и поэтому вы можете, конечно, просвещать вот эту прослойку от 40 и выше, ну, 40, я все-таки не стал бы ставить крест, мне самому 46 лет, я вполне хорошо ориентируюсь в интернете и люди, которые 50, и за 50 вполне хорошо. Это уже, наверное, речь идет о людях, которым может быть под 70. Молодежь, она хорошо сдетонировать может политически. А куда она, мы видим на Украине, молодежь, куда она пошла, но куда ее появили, она туда и пошла. Но, но вы считаете, что надо ориентироваться на людей, которым под 70, они что-то будут совершать революцию? нет, вы вопрос задали? Вряд ли. Ответ получили. Хорошо. Нет, я думаю, что, ну да, еще вопрос. Да, здесь мы попадаем, здесь мы попадаем в такую развилку, то есть газеты читают люди старшего поколения, вот, а задача наша воспитывать именно молодое поколение, то есть, ну, это как бы два разных направления, понимаете, то есть к молодежи нужен другой подход, не печатный, не газетный. Тогда почему агитбригад нет на митингах Навального? Агитбригад каких? Коммунистических. А это не ко мне вопрос, это к коммунистическим бригадам вопрос. Почему их там нет? Там вся активная молодежь, но там, она не знает, куда прибиться. Но обратите внимание, что эта молодежь собрана не газетами, правильно? Она собрана через интернет. Так, что выступление, что есть информация? А это я хотел выставить стрелок-три. А, ну выставить, да. Ну и заодно, вы скажите, что есть информация? В смысле, что есть информация? Что такое информация? Что такое информация? Нет, ничего не знаю. Информация – это сообщение, передаваемое от одного субъекта другого. Вот и всё. В самом общем, понимаете? Да, сведения. сообщение так все все вопросы все тогда пожалуйста кто хотел бы высказать пожалуйста прочитал хорошая книга мне попалась учебник техникума основы информационной техники вот на 2 или 3 странице не попалась о том что такое информация ну тоже это сведения но суть не в этом с удивлением узнал что я оказывается до этого представление имела об информации совершенно не то какое оно есть на самом деле я думал так что информация вот мне сказали яблоко серая вот это есть информация а на самом деле не так и там значит в этом учебниками для технику приводится примеру там пример на основе технике в массу и так далее но и в м она похожа на человеческий мозг и там есть очень такая простейшая схема то есть идет информация от источника в мою голову голова моя воспринимает входную информацию накладывает на нее запас знаний которые у меня в голове то есть моя идеология все мое и получается результирующая информация которая оседает у меня в голове то есть вы мне сказали одно а у меня в голове реакция совершенно другая и вы-то думаете что вы я-то понял так а на самом деле у меня все наоборот как информацию что такое информация вы это там не написано что такое информация не в этом дело представление какое-то есть пусть эта информация это будет слова знания что угодно но смысл в том что хабри влетающие в тебя слова она не в прямую оседает у тебя в голове а накладывается на запас знаний на твое мировоззрение и вот это нам нужно учитывать что вот данный индивид я ему скажу по-китайски 2 плюс 2 а он разве поймет какая у него информация останется если я не ленинградцу а санкт-петербургцу скажу ленинград какая у него будет реакция и какая информация будет негативная информация и вот это мы должны учесть вот это то что индивид и массы у них в голове уже есть вот определенный запас знаний и наше слово она зазвенит там вот так как у моих да по их и нам нужно учитывать что мы хотим там и донести в его голову то для этого нужно выбрать правильное слово с учетом его ну искажение как какие у него будут то есть еще значит вот это вот схема вот эта голова в нее влетает входная информация вот это еще значит первая стрелка входная информация значит умножение или сравнение с запасом знаний внутри головы которые причем вот это вот результирующая моя освоенная информация это есть входная информация умноженная на мой запас знаний и под ракурсом цели или задачи которой я хочу то есть всегда это ас воспринимается вот это слово как в контексте в голове то есть по моему выступающий говорил об этом что нельзя так сказать дарить для человека потому что будет отторжение все как раз шел разговор о таком постепенном влиянии понятно пожалуйста у кого еще что есть сказать я хочу сказать ну это как бы не основной способ агитирования но он тоже может быть эффективен это дебаты это встреча с популярными личностями которые уже себя раскрутили участвуют на телевидении или в интернете где-нибудь но именно общение с ними и выявление их политических политические реакционных взглядов это могут может быть полемика с любым либералом с демократом или ну любой популярной фигурой там будет а соловьев или только их у нас здесь не хватает врагов заклялась имеется ввиду что вы же согласны что например михаил васильевич победит легко любой полемике соловьев а если это будет на его передачи если это увидит огромная аудитория так в таком случае в таком случае авторитет авторитет на фоне упавшего соловьева поднимется авторитет коммунистической идеологии поэтому дебаты они они будут эффективны но на первых парах дебаты эффективны спасибо можно я так вы уже вышел билет я вопрос задавал а теперь одна минута выступления по поводу все-таки роли молодежи еще раз повторяю что мы все-таки воздействуем на рабочих вас среди рабочего класса молодежи сейчас я сказал вот судя по проходным процентов 10-15 вы предлагаете нам сосредоточить акция всю работу на них она информацию наши не дает потому что она у станка не стоит практически вот и все и в результате и мы видим у него украина видим этих навальных видим все массами где молодежь это вот какие-то серые там эти как они воротнички и всякие вот этот планктон офисным основном или бизнес с бизнесмены которые вообще ну либо нет но я не думаю что так сказать у нас сил может сейчас просто не хватить хотя это необходимо и короче ну во-первых я думаю мы все должны поднимем владимирович поблагодарить за лекцию значит я думаю что рассматриваемые вопросы они чрезвычайно полезны особенно для практической деятельности целому ряду наших товарищей вот к сожалению не смог наш друг прикидать кузьмин который их надо будет еще не раз повторять в том числе может быть значит переводить в рамки тренинга для того чтобы иметь применять на практике где-то поспорить сравнить и целым рядом с целым рядом вот вопросов мы сталкиваемся сейчас практической жизни вот например когда мы говорим вот об интернете да в том числе перемещаться с классических сайтов в социальные сети владимир владимирович нам привел цифры значит как чего-то здесь вот в своей по крайней мере партии уже имеем и плюсы и минусы в том числе когда образуется целый ряд групп которые между собой начинают выяснять отношения некоторые какую-нибудь ерунду упорят еще где-то чего-то и вот смотрим опыт тех же греков вот они все все это прошли и перешли на систему когда у них на каждом ресурсе от партии только один источник значит есть партия есть точка зрения читайте смотрите на этом же ресурсе высказываетесь если там есть форума что-то такое иначе в любом случае вот как они мы рассмотрели превращается или появляется дурак или самозванец или провокатор и все это снижает эффективность и и специально начинает это делать поэтому вот значит мы сейчас тоже как-то у себя порядок наводим смотрим как делал это ключи вот второй момент на которые хотела обратить внимание значит владимир владимирович как бы не сделала в основном гвоздем вот в условиях наступающей реакции которые продолжают еще серьезно главная задача это сохранить ну само зерно сохранить как говорим ленин ортодоксальность учение и это приобретает особое значение потому что то чего творить скажем-то бред с названием коммунистическим с и знаменем красному тут вчера званов знамя победы на олимпиаду если мы шли с красным флагом тогда совсем другой там калинкор распедушился раскраснился а кто читал его речь значит защиту нашей позиции а вы должны у себя да сказать устроить игры альтернативной олимпиаде и сделать так чтобы каждому спортсмену у нас земли 40 миллионов гектар необработанности каждому по 2 гектара лучших земель выдать и плуг каждого получше большие не бывает на вас горе вот петь вот о чем речь идет поэтому вот одна из главных задач это значит не дать коммунистическую идею таким значит носителям обгадить грубо говоря потому что ведь самый сложный сейчас один но не самый один из самых сложных вопросов когда общаемся не только в семья на бытовом уровне так мы знаем у вас зюганов там или вы типа того что носители того что и зюганов и поэтому выходить надо мой что владимир владимирович на практике очень убедительно в этом направлении работает я имею ввиду проект красный университет как раз значит то где ведется работа по сохранению вот этих знаний как науки как системы учения в одном плане я как-то рассказывал один такой интересный момент в 90 на восьмом году перед выборами сидим мы в доме в кабинете помоле на ухода был вице спикер я илюхин в море и пробуем договориться чтобы выставить один блок условно с названием патриоты и коммунисты россии и вот покойный илюхин виктор иванович говорит что я с удовольствием но не могу потому что вся моя структура движения поддержки армии она опирается на структуру кпрф если я вот приму это предложение меня берут провокатом врагом кпрф и вся система рассыпется и поэтому слово коммунистическое не подходит давайте без коммунистического вопрос патриоты чтобы бурен вот интересно отвечает векович вы меня удивляете вот я себя коммунистом не называю но я отлично понимаю что если отдать коммунистическую идею на вот геннадий андреевич это значит на какое-то время россии оставить без коммунистической перспективы вообще а коммунизм это все-таки достижение человеческой культуры мысли науки поэтому я готов название учитывая что ртп мы с вами коммунисты и патриоты россии маленький штрих и о чем бы я хотел завершить это вот продолжая заданный вопрос чтобы у нас идет борьба в том числе в сфере информации пропаганды прежде всего нам не хватает ресурсов раньше казалось слушать дайте мне тут это два часа телевизионного времени и мы или я смотрел что у греческих товарищей есть собственная радиостанция и собственный телеканал как же они не могут перевернуть вот ситуацию а сейчас уже понимаешь когда есть у тебя радиоканал или даже телеканал рядом существует еще 125 примерно в том же диапазоне это уже все сводится к той ситуации как значит на газетном лотке лежит где-то ваша газета в углу так сказать чтоб ее взяли потом еще спишут а потом она еще не везде ну и так далее я чему что при нехватке ресурсов и водойной сварки борьбе если действует те же правила как и в обычной борьбе специалистом который там является наш президент очень часто для того чтобы провести прием важно не то какой-то мусорной массы ты обладаешь и силой важно уметь использовать инерцию противника для того чтобы получить какой-то собственный результат достичь цели с этой точки зрения буржуазные выборы не надо рассматривать романтически значит их никто отменить не может они есть как говорил ленин пока еще хоть какой-то сколь нибудь значительное число людей в них верить мы должны их использовать а это сколь нибудь значительное хочешь не хочешь измеряйте миллионы миллион будет участвовать наш лучший результат когда мы использовали был 3 миллиона сто пятьдесят семь тысяч так вот после этого власти сделали соответствующие выводы и меняют правила игры так что теперь на эту трибуну выйти забраться тяжко тем не менее вот сейчас предстоят президентские условия для того чтобы выйти на эту трибуну а это самая высокая трибуна вот хочешь не хочешь и не будут приковано внимание и не случайно власть пытается все поле уже засеять и сорняками и там какими-то цветочками аленькими ромашками и прочее-прочее это ведь не 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 сообщать сама придумала захотел а потому что сама идея вот здесь вот мы как раз идея про я против всех я против всех сама идея которая была заложена в графе против всех когда ее убирали в она опасна тем что она включает идею мой против вашего строя но против политической системы вот мы против всех против чего и вот теперь чтобы потенциал вот этого протеста обгадить зачернить чтобы его извратить находит самую отвратительную личность сказать бездравственную без там и и пожалуй она носителя то есть умные люди сидят за этим процессом работают строить и прочее прочее и вот в этой системе то предложение которое есть сейчас что давайте на эту трибуну попробуем вывести нашего человека который скажет что мы об этом думал скажут что хватит нас дурачит скажет что ребята значит будем бороться чего-то добьемся не будем отнимуты то что сегодня есть который имеет моральное право тому же дам путину сказать волой ты маленькая цены мы же не рады мы знаем что почему бы с точки зрения ресурсов конечно надо туда вылезти но 100 тысяч это не так много если бы удалось до достичь определенного значит организационного единства тех кто называет себя левым коммунистическим там рабочим в разных точках россии это было бы намного таскать подъемнее и реальнее что насколько до порога не хватает кадра шелыш не хватает пока еще нисколько вот после того как мы выдвинем кандидата то и будет это другой вопрос об этом можно говорить речь идет о том чтобы это был человек который пропагандирует идею рабочей борьбы у нас лучше сам который ее олицетворяет а дальше после съезда когда это выдвинется дается ну грубо говоря три недели чтобы эти 100 тысяч собрать сколько не хватает сколько соберем пока разнарядки и прочие планы рисуется из тех кто уже поддерживают эту идею или готов включиться вот это я к тому что я думаю что один из возможных вариантов значит хотя бы сказать что есть есть альтернатива есть коммунистическая идея что она жива что она непременно связана с элементом борьбы практически и показать так вот это очень важный момент и в данном случае раз 7 лет такой случай выпадает для того чтобы на этом на этой поляне и причем здесь большая концентрация внимания на парламентских выбор вот после того лучшего случая в девяносто пятом году три миллиона сто пятьдесят семь тысяч на следующих выборах они пошли на простой ход они взяли и размыли всю эту гребенку тот случай который описывал бабулин брюхин играли никто не договорился 9 партии представляли левый спектр 9 и и наши три миллиона там с лишним превратились уже миллион шестьсот а 9 патриоты депо у малатова ампилов со сталинским блоком блок отечества тарасова там еще забыл вот в общем идет речь спасибо за внимание кто еще хотел бы высказка решите мне два слова дорогие товарищи значит эффективность газеты молодежь читающая и берущая газеты значит если рассчитывать что эффективность выражается в том что вы принесли сегодня газеты а завтра тут пришел человек в партию это наивно эффективность она проявится может быть там через десять лет но каждая газета если она падает она на кого-то немножко но влияет капает на мозги а сыграет эффективно это в какой-то ситуации скажем когда правда начала всерьез выступать и печататься тогда когда началось рабочее движение а пик ее пик ее в семнадцатом году и ленина убит значит политика начинается там и тогда где и когда в игру вступают миллионы и правда начала печататься миллионным тиражом вот это политика а сейчас такая подготовка теперь молодежь значит не читали или забыли нашу с михаил васильевичем книжку совет как форма власти там приводится данные по первому совету ивановскому средний возраст советов был двадцать семь с половиной лет фрунзе одному из руководителей было 20 лет и многим там было по 20 лет и они создали совет с причем вот есть воспоминания фурманного об этих днях значит он пишет что за формы борьбы были ведь там убили очень много людей на улице самого афанасьева значит забили на улице черносотец и тем не менее молодежь стояла и выставила и так вот побеждала семья в семнадцатом году состав политбюро состав правительства первого среднего возраста 38 лет 38 вам 46 вот ленин был у них самый старый было 47 значит сталину было 38 и среднего возраста 38 но это конечно с моей вот сейчас точки зрения пацаны это вы про ленина про ленина про ставить ленин то постарше там вот эти пацаны так что и не возрасте дело а дело значит в общей ситуации которую мы готовим а вы хотели бы конец чтобы она уже была подготовлена мы пришли с гадезом и тут быстрее и быстрее значит на эти но все-таки главное что я хотел сказать касается самой идеи я немножко знал что именно по идее скажешь а не планировать но это конечно трудный вопрос по информации это труднейший вопрос вот я специально занимался но еще сейчас не понял что такое информация пока еще вот не дошел до этого не додумался но думаю дойду еще лет через десять а с идеей я все-таки более-менее разобрался но с идеей легче почему потому что значит было четыре учения об идеях первое учение об идеях у канта второе у фихта третье у шеллинга четвертое у гегеля поэтому с идеями тут более-менее разобрались и у нас сегодня воспринимается и в докладе используют ну если можно так сказать понятие идеи не понять а образ идеи и в том смысле в котором в обыденном сознании существует скажем вот ищут русскую идею знаете наверно слышали несколько раз вот надо нам русской идеи русской идеи известна эта придумка значит сына историка соловьёва философа владимир сергей соловьеву вот он и говорит русской идеи это православие православие это и есть русская идея русский значит православный ну и много других выдумок особенно нынче придумали что такое русская идея на одном из на одной из конференций в нашем университете где ректор такой квасной патриот я сделал доклад русская идея советы вот советы это идея которая рождена в россии причем народом рабочим классом вот это и есть русская идея значит что такое идея идея как говорит египт это единство понятия реальности или как я говорю идея такое понятие которое реализуется причем независимо от того хотите ли реализует ее кто-нибудь или не реализует или хочет она уже реализуется скажем идея коммунизма она реализует будем участвовать не будем мы с вами участвовать тут тут на сколько человек 20 она реализуется и даже реализована в этом случае идея по понятии ей похоже на и на понятие цели цели тоже и воли воли что такое воли воли это знание которое реализуется воли это решение которое проводится в жизни также и поэтому по большому счету у канта там четыре идеи и у гигеля четыре идеи это разные всего четыре значит у нас политического смысле можно говорить о трех идеях говорили в том что это какая либеральная идея национальная идея коммунистическая идея вокруг этих идей концентрируется основные партии левые как говорит ваним владимирович они вокруг вроде бы коммунистической идеи националисты или патриоты буржуазные вокруг национальные идеи и либералы они вокруг нас либеральной идеи как правило демократы либерализм это духовное идейное течение а их политическая кредо демократии поэтому в политике они выступают как демократы в этом смысле точное название партии значит у либеральной и демократической у жириновского то есть по сути он националист или по крайней мере выступает как националист а на самом деле а название у него либеральная демократическая это вот значит должны бы демократы наши либералы называть себя либеральными либеральной демократической партии но они так себя не называют обманывает трудящих еще могли себя назвать конституционалистами могли бы да значит поэтому идея это непростое понятие это значит такая довольно сложная вещь и в обыденной жизни и вот таких во всех демократиях мы часто не делаем это развлечение а зря и вот в этой книжке в желтой я там поясняю что вот полезно разбираться с идеей и вот скажем владимирич ленин он разбирался и хорошо понимал что такое идея и что такое практическая идея погибли что такое идея значит познания и что такое абсолютная идея скажем поэтому ему было видно значит вот произошла революция что значит произошла революция это знаете идея реализуется и вот этот развал вот этот значит террор тут убийство на улице грабежи пошли и прочее там не является все это идея коммунизма а все это кому и она начала реализовываться и конечно некоторые отшатнулись отшарахнулись и только ленин понимает что это она реализуется вот таковое и начало кстати еще более парадоксальная вещь как только по она была реализована когда нас была реализована в 36 году как только она была реализована советы были сняты советы были уничтожены во парадокс как только был построен социализм советы были отменены в конституции 36 года кстати сталинской позавчера 5 декабря мы раньше отмечали день в институции она сняла советы как форму пролетарской власти и по названию они сохранили советы на самом деле стал парламентом в коммунистическом обществе социалистическом государстве отменены советы и это было начало крушения с одной стороны вот он пик апогей победа и с другой стороны гигантское поражение почему то что уже потерялась понимание этого дела но большинство конечно его забота и не было поэтому это очень важные все вещи и на них конечно нужно обращать сугубо внимание ну и чтобы не затягивать значит левая идея вот никакой левой идеи нету или у цепко мерзавца была социалистическая идея тоже социалистической идеи нету и даже коммунистической идеи скажем классики не говорили и даже подчеркивали забыл в какой работе вот сейчас коммунизм не есть идеал к которому надо стремиться ну не идея да а действительное движение и скажем и для нас с вами коммунизм это практическое движение вот мы думаем спорим дискутируем вот участвовать в выборах или не участвовать вроде мы поодинаково понимаем и выборы и мы государство наше и опыт участия выборов у нас большой а все-таки вот сейчас новые эти выборы мы сталкиваемся как действует по отношению к ним ну вот возникает разномыслие одним кажется так лучше другим и так ну я думаю что еще доспорим так что я думаю что спасибо владимир за замечательной лекции выступающим хорошее обсуждение а следующее наше следующее наше занятие состоится 14 декабря тема будет государственный монополистический капитализм преддверие социализма кандидата экономических наук гавшин дошли заключительное слово и дадут сократить представить сейчас и до вас дойдем так спасибо всем кто выступил ночи я кратко отвечу товарищ чижевский да говорю про то что информация попадает уже на то что есть голове я вас адресую вас прошлой моей лекции мифы стереотипы там как раз есть целый раздел которым речь идет о том что информация поступающий человеку ложится на те его представления об этом объекте и которые уже у него есть голове это как раз на этом основана работа мифов и стереотипов которые существуют в обществе что касается дискуссии идея хорошая вот другое дело что когда мы замахиваемся на таких господ как солодьев там ведущий еще каких-нибудь но вы попробуйте договориться с ним чтоб туда попова пригласили дело в том что они сегодня кричат что цензуры нет и у нас господин стариков мы как-то его на наши коллеги по красному тв в донецке по моему это было его застали когда он приезжал в донецк выступал перед ополченцами там они задавали вопрос вот вы ходите туда на центральное телевидение вот скажите есть там цензура нет что вы да я рассказываю все что мне все что мне захочется все я говорю то есть цензура там на самом деле существует не на уровне того чего можно сказать а ничего нельзя сказать а на уровне на входе кому можно войти кому нельзя они знают что стариков ничего не скажет такого чего нельзя сказать поэтому там все всем этим людям которые туда ходят конечно не запрещают ничего говорили же со стрелком договорились О чём? Ну, на дебаты выйти. Нет, а при чём здесь федеральный канал? Ну, они где выходили на дебаты? Ну, всё равно большая аудитория слушала. Нет, ну я тоже могу к себе кого угодно пригласить. Хоть кто угодно пусть приходит. Другое дело, что... То есть, а, вы предлагаете Соловьёв к нам прийти? Ну, пусть прислали. Нет, Соловьёв к нам не обязательно, говорю, кто-то на федеральный канал приступает. Есть же независимые тоже. Ну, это вопрос, согласится ли он на это и пойдёт ли он на это. Вот, это другой вопрос. Но опять-таки, Соловьёв пойдёт на маленький канал, много людей его там увидят. Да не пойдёт. То есть, это да, нет, это идея, пожалуйста. Тут любой креатив, только за. Что касается молодёжи на проходных, значит. Я не знаю, сколько там на проходных, но вот у меня есть передача «Голос рабочего». Я вам рекомендую посмотреть, там реальные рабочие рассказывают о том, что у них происходит на производстве, они достаточно молодые люди. И есть, они говорят, что там есть молодёжь, во-первых. Во-вторых, они рассказывают о том, какова она эта, молодёжь. То есть, она вот, ну, они все находятся в своём мире, они не хотят говорить о политике, и они, ну, как бы, их трудно вообще подвинуть к чему-то, понимаете. Не говоря уже о том, чтобы читать газеты. Да, поэтому тут, может быть, просто проблема стоит немножко в другой. А вот как к ним подойти? Как найти те слова и тот язык, который они услышат? Вот в чём вопрос, конечно. Виктор Акадьевич, да, говорил у нас о том, что, значит, КПРФ, да, любимая тема ваша, сказать, что не надо обольщаться по поводу, может быть, вообще не стоит обращать на это внимание, потому что понятно, что современная власть, она, конечно, поступает более грамотно, чем та, которая была сто лет назад. Та вот просто катила этот ком к революции, она сама подвела страну под революцию. Сегодняшняя власть поступает гораздо грамотнее. Она создала несколько таких информационных объектов мощных, которые, в общем-то, окучивают разные части аудитории. Есть Единая Россия, там, демократы, да, условные, которые выступают, которые противопоставляют демократию как таковую, тоталитаризму, который ассоциируется у них с коммунизмом и советским прошлым. Да, там было что-то хорошее, но в целом же это же уже все такое не надо. Нам это вот демократия, да? Хотя это, конечно, ну, это просто увод от темы. Демократия и коммунизм – это разные вещи, да? То есть это, ну, как бы не из одного ряда, да? Коммунизм – это общественный строй, а демократия – это форма. Либералы, да? Либералы выступают против, окучивают ту часть, которая является антисоветской, антикоммунистической. КПРФ тоже окучивает ту часть, ту просоветскую часть, которая ностальгирует, может быть, по Советскому Союзу и так далее. Но работают они, в принципе, все вместе в связке на одно и то же, на одно и то же работают, на антисоветизм, на антикоммунизм. Поэтому в этом плане я не вижу у КПРФ каких-то больших отличий от прочих партий, от справедливой России, от ЛДПР. Поэтому здесь как бы вопрос такой, вопрос технологий. Что касается, да, Александр Сергеевич рассказывает нам про газету «Правда» в 17-м году. Я хочу вам напомнить, что мы живем не в 17-м году, а в 2017-м году. А вы все еще остались где-то там, понимаете? И тогда действительно газета была передовым средством массовой информации. После этого появилось радио, появилось телевидение, и, наконец, появился интернет. Игнорировать это нельзя при всем желании, понимаете? То примеры приводить можно? Можно, нет. Если вам нравится печатать газету и раздавать ее дедушкам на проходной, пожалуйста. Это, конечно, тоже какой-то плюсик, какая-то капелька пропаганды, разумеется, безусловно. Но просто я хочу сказать, что вам для того, чтобы набирать газету, вам нужно это все напечатать на компьютере. Потом это все надо напечатать типографией. Потом надо найти людей, которые пойдут мерзнуть и раздавать, и втюхивать, возьмите, возьмите, возьмите. В случае с интернетом вам достаточно просто набрать и нажать на кнопку. И уже это все разлетелось по миллионам айфонов молодых людей, понимаете, которых и надо окучивать сегодня. Другое дело, что заниматься этим, конечно, должен не Казенов и не Попов, а молодые люди, которые должны быть в партии коммунистической. Вот. И спасибо Александру Сергеевичу, что поставил мою самодеятельность на научную основу через Гегеля и Игзи. Спасибо. Спасибо. Ну что? Тогда до следующего четверга. Продолжение следует... Продолжение следует...